Девушки отдыхают Интересно, я хотел спросить у вас. Вы не взяли... Я очень хотела взять фамилию Белова. Очень хотела. Но мне один мудрый человек сказал, говорит, ну напиши на афиши Ольга Белова. Все спросят, кто это. Нет, ну можно было оставить как творческий псевдоним. Вообще, вы ведь очень... Ну, по смыслу. Потому что я вам объясню, почему. Я слышал одно из ваших интервью, где вы говорили о том, какое значение вообще имеет имя для человека, что оно является в известной степени определяющим. Даже вы какую-то историю рассказывали, как нарекли ребенка одним именем, и он болел, потом его... Перенарекли. Перенарекли, и он стал выздоравливать. Посвятцем его. Вот, значит, и имя, псевдонимы, в том числе и сценички, они, наверное, имеют какую-то силу. Вы знаете, мой дедушка, у нас очень редкая фамилия, очень редкая. И дедушка мечтал, чтобы ее кто-нибудь прославил. Я вам честно скажу, у меня не было такой цели, но так получилось. Ну, как говорится, наверное, любовь к отеческим гробам, пусть дедушкина мечта оживет и просветает. Вот, тем более, вот Леша, кстати, он был в первых рядах тех, кто был против, чтобы я меняла фамилию. Он говорит, как бы тебя с этой фамилией узнали, и будет правильно, если так ты будешь жить. Ну, правильно, потому что он тоже человек из мира искусства, из шоу-бизнеса, человек сцены, который понимает, что такое бренд, что Сила, что Кармухин, и это как бы бренд. Это красная-красная пантера. А здесь какая-то Оля Белова, кто такая. То есть начинает с самого начала. Никакая. Это Оля Белова. А жена замечательного музыканта и человека, Алексея Белова. Как вы правильно позиционируете. Для меня это честь. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30. На телеканале Москва-24.